Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сын хочет больше к отцу, меня не воспринимает, ему 5 лет. Мы с его отцом в разводе 2 года, он периодически с ним встречается, редко и когда ему удобно. Я замужем и родился еще ребенок, пока я была в роддоме, попросил его отца быть с ним. Отец его, когда мы были женаты, практически не уделял ему время, и мне в том числе, поэтому я с ним развелась, я ему ни в чем не отказываюсь, стараюсь максимум уделять свое время, даже работу на дом взяла, он часто болеет, и в самые трудные моменты я всегда рядом. Несмотря на это, он все время хочет к отцу. Всего сегодня пришел от него, даже не обнял меня, не поцеловал, начал плакать и просить к отцу. Мне очень обидно, я не могу смириться с этим, я в ужасном стрессе, боюсь, что он вообще откажется от меня. Ну, ясное дело, что никто от вас не откажется. И ясное дело, что ваша обида и то, что вы не можете с этим смириться, связаны, скорее всего, с разводом. То есть, очевидно, что вы, ну, не до конца прожили работ, и вот проецируете, видимо, в какой-то степени на ребенка свои переживания. То есть, да, вы хоть и замужем уже, и ребенок у вас есть второй, но все равно, очевидно, какие-то вот обиды, да, остались на бывшего мужа. И я не скажу, что это прям уж совсем ненормально, то есть, ну, эти чувства нормально испытывать, вот тут только я сильно, скажем так, сомневаюсь в том, что у вас была адекватная возможность их прожить свои чувства по поводу развода. Вот, также, очевидно, что вас как-то задевает поведение ребенка, то есть, ну, это нормально, что он идеализирует своего папу в этом возрасте. Дети, как бы, ну, к родителю своего папу, да, относятся не так, как к родителю противоположного. Вот, ситуация у вас, я бы не сказал, что легкая, потому что ребенок может не очень хорошо воспринимать вашего мужа, не очень хорошо может воспринимать, скажем так, своего брата или сестру, которая есть. Ну, то есть, понимаете. Вот, и тут очень, конечно, многое зависит от того, как вы формируете семейную систему, да, как вы ее выстраиваете, в том числе взаимодействие с ребенком, да, и так далее. Вот. А что поделать ребенку нужен отец? И я думаю, что то, что в какой-то степени вы боретесь, это напоминает браба, браба, браба напоминает борьбу, вы боретесь с отцом, со своим бывшим мужем, да, ребенка, конечно, не делает ситуацию легче. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо решить свои собственные конфликты и страхи, чтобы они не переносились на ребенка. Вот. Обиды, конфликты, страхи. Вот. Вряд ли они связаны с убирками, скорее связаны с... Вашими переживаниями, вот. И, значит, это не должно каким-то образом влиять на ребенка. Вот. Это, на мой взгляд, неправильно. Вот. Поэтому первым шагом, вот, ну, первое, что, что, как мне кажется, вам нужно сделать, это отделить, вот, отделить, вот, отделить, значит, вот, то, что связано. А с ребенком, вот, то, что связано с вами, вот, потому что это вещи, которые нам, которые, на мой взгляд, нельзя смешивать, а вы, к сожалению, именно это и делаете. То есть, вы смешиваете, смешиваете две эти проблемы, скажем так. Вот, а, значит, нужно поработать со своими чувствами, да, то есть, очевидно, что вот какие-то чувства у вас есть, да, какой-то такой психоэмоциональный фон присутствует у вас, вот. Только вот не очень понятно, значит, с чем он связан, да, то есть, либо вот вы ребенка стали воспринимать как такую, знаете, палочку-выручалочку в контексте компенсации отсутствия, отсутствия внимания к вам со стороны вашего мужа. То есть, то ли тут какая-то более глубинная есть проблема, вот. Интересно, что вы боитесь, что сын от вас откажет. С точки зрения моего подхода, это есть проекция, то есть, перенос на вашего сына, на ваших собственных чувствах. Я бы сказал, что вы сами в какой-то степени хотели бы от вас отказаться. Но это не такой легкий и простой процесс. То есть, совершенно очевидно, что конкретно в таких мыслей, что вот я хочу от тебя отказаться, не хочу, чтобы ты был в моей жизни, у вас нет. Никто не говорит о том, что у вас именно такие мысли присутствуют. Но я думаю, что то, что вы пытаетесь вот все свое время уделять сыну, да, связано отнюдь не с вашим желанием, ну, проявлять свои родительские качества. Я думаю, что здесь замешано, опять же, ваше стремление, значит, ну, получить, обрести, если хотите, определенное состояние. То есть, вам хочется получить какое-то состояние, вам хочется чего-то достичь. Может быть, вы уделяете мне внимание своему сыну чрезмерное, чтобы от него получить, получить внимание. Кто знает, кто знает, но, как бы, суть остается сутью, да, что обиды рождаются из этого. Обиды рождаются из того, что вы вкладываетесь и не получаете, ну, того, что хотите, скажем, скажем так. Вот. И вот этот момент, что вы не получаете того, что вы хотите, да, не получаете того, что вам нужно, как мне кажется и видеть. И, соответственно, с этим, с этим, что и нужно, в первую очередь, работать, вот, на мой взгляд. Это, в первую очередь, требуется, криктик, эээ, криктик, криктик, вот, ну, вот, в принципе, в принципе, в принципе, то, что, вот, я хотел бы, наверное, вам сейчас сказать, да, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Сформулируйте, ээээ, сформулируйте, пожалуйста, то, чего вы хотели бы, то есть, сформулируйте задачу для психолога, в чем она заключается. Нет ощущения, что у вас есть, эээ, хорошее взаимодействие с собой, да, нет такого, нет такого ощущения. Есть такое ощущение, как бы, что вы, вы, вот, находитесь в неком таком раздрасте. Самой собой, из-за чего, вот, появляется вся эта история. Ну, вот, поэтому нужно, мне кажется, начали разобраться в себе, потому что потом нужно разобраться в своих отношениях с вашим мужем, по-видимому, ну, по-видимому вас задевает, поведение его вас задевает. А дальше, уже, дальше уже, мне кажется, можно будет что-то делать, да? Ну, то есть, можно будет, значит, выбрать, выработать для себя, значит, какие-то, ну, какие-то направления, по-видимому. Вот, то есть, смотрите именно, вот, в сторону того, чего вы хотите. Вот, ну, вот, я думаю, что, примерно, такой ответ, такой ответ, да, можно предложить, с точки зрения, опять же, психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, вот, как-то так, на этом все, пожалуй. А, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, а, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу и сформулировать базовые посылаты для психотерапии. Вот, удачи вам, всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.